Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я второй раз в Беларуси, я впервые в Минске и я благодарю компанию Компилаб за предоставленную возможность выступить перед вами в этом замечательном городе. К многочисленным определениям понятия валидации оборудования я бы добавил такое понятие, как валидация аналитического оборудования, это еврометрология. Мне не очень нравятся неологизмы с приставкой евро, но тем не менее, еврометрология или метрологическая поверка приборов по-американски или по-западному. Для начала немного истории, и я должен извиниться перед вами, что мои слайды будут на украинском языке, потому что я выступал с этими слайдами в госстандарте Украины и не удосужился перевести их на русский язык. Разговоры о валидации аналитического оборудования, о валидации вообще и оборудования в частности, начались в Украине в начале 2000-х. И начали этот разговор фармацевты. Разговоры длились у нас лет 5 до 2005 года, когда мы выполнили первую валидацию жидкостного хроматографа. Потом, я бы даже сказал сильно потом, в Украине осознали, что процесс валидации – это процесс непрерывный и периодически нужно ее повторять. Нельзя, как они говорят, отвалидировать прибор навеки. И в этом году, только в этом году, к нам впервые обратились за валидацией оборудования представители нефармацевтической отрасли. Мы в этом году провели валидацию 5 хроматомасспектрометрических систем с разными массспектрометрическими детекторами – GC-MS, LC-MS. Это слайд с предыдущего доклада. Я вам расскажу об самом удивительном программном обеспечении компании Agilent Technologies, программном обеспечении Agilent Compliance Engine, ACE. И параллельно я попытаюсь ответить на часто задаваемый вопрос, а можем ли мы делать валидацию оборудования сами, не привлекая представителей Agilent Technologies. Вот этот слайд свидетельствует о том, почему программное обеспечение ACE я называю совершенно удивительным. Потому что оно мгновенно дает ответ на извечный наш вопрос. Два вопроса. Что делать и кто виноват. Когда вы приступаете к валидации оборудования, вам нужно определиться с перечнем, со списком тестов, которые нужно выполнить. И вот этот слайд свидетельствует о том, что если тестов мало, есть опасность пропустить плохо работающий прибор. Если тестов много, процесс валидации становится дорогостоящим и эффективность его снижается. Программное обеспечение Agilent Compliance Engine мгновенно дает ответ на вопрос, что нужно делать для каждого конкретного прибора. То есть по IP адресу программное обеспечение связывается с прибором, смотрит какова его конфигурация и говорит, «Ага, вот для этого прибора нужно выполнить такие-то, такие-то тесты». В частности, стандартный перечень тестов для жидкостного хроматографа. Это точность и сходимость скорости потока, точность и стабильность температуры колонки, точность установки длин волн в ультрафиолетовых детекторах, шумовые измерения, сходимость инжекций, то, что называется carry-over, перенос образца при инжекции, соотношение сигнал-шум, линейность детектора, точность градиентного смешивания, о котором говорил предыдущий оратор, точность температуры образцов, если ваш автосамплер снабжен, скажем, термостатом, и в случае, если есть кран-переключатель колонок, тестируется работоспособность этого крана. Причем программное обеспечение ACE не только устанавливает перечень тестов, но говорит о том, что вы должны получить, что считается нормой, а что считается отклонением. Следует отметить, интересно отметить, что отношение компании Agilent Technologies исторически менялось. Была некая эволюция, которую можно условно привязать к версиям программного обеспечения, которое управляло хроматографами Agilent Technologies. Это отношение менялось от совершенно альтруистического, когда еще во временах Юлит Паккарт производитель утверждал, это не наше дело. Мы вам даем прекрасное программное обеспечение, в нем есть раздел, который посвящен валидации оборудования. Пожалуйста, делайте. Мы даем это обеспечение бесплатно. Потом они поняли, что на этом можно зарабатывать деньги. И раздел этот остался, но все методы и последовательности были вынесены на специальные диски для служебного пользования, и этим могли пользоваться только инженеры компании Agilent Technologies. Их нужно было приглашать и, соответственно, оплачивать их работу. Были попытки автоматизировать процесс создания протоколов. И была перед программным обеспечением ACE такая программа, которая называлась AutoDog Creator, где вручную можно было ввести, инженер вводил, какие блоки присутствуют в приборе, и в результате распечатывался оффлайн протокол, который потом в процессе выполнения работ заполнялся инженером. Но самое полное развитие, вот эта идея автоматизировать процесс валидации, а самое полное развитие эта идея получила в программном обеспечении ACE, в котором процесс действительно идет автоматически. И вот так выглядит это программное обеспечение. Это некий внешний дисковод, на котором установлено это программное обеспечение. Он подключается непосредственно к компьютеру пользователя. Как я уже сказал, по IP-адресу связывается с прибором. И в результате в таком онлайн процессе, интерактивном процессе выполняется валидация оборудования. Agilent Technologies никогда не передавал заказчику протоколы. То есть, ну, конечно, передавал уже заполненные, но сама программа по созданию протоколов, это была для служебного пользования и использовалась только инженерами, либо инженерами Agilent Technologies, либо авторизованными представителями. На вопрос, вот фармацевты часто спрашивают, процесс дорогой, можем мы делать сами валидацию оборудования? Ответ – да. Это можно делать без привлечения специалистов или представителей Agilent Technologies. Но что для этого нужно иметь? Первое. Нужно иметь сам протокол. Его пользователь должен создать сам. То есть как-то формализовать этот процесс, создать бланк протокола, который потом заполняется в процессе валидации. В случае с ASE это делается автоматически, и сама программа ASE тоже проходит определенный процесс валидации. Это я уже говорил, что это интерактивный онлайн процесс, и тесты, и пределы, то, что вы должны получить, генерируется автоматически. Это очень важно, потому что это очень большая, важная часть валидации. И протоколы легко в ASE легко могут копироваться для повторного использования. А тут приведен фрагмент протокола, уже заполненного протокола, куда входят полученные результаты, отклонения, нормы, все такое. Что еще нужно иметь для того, чтобы можно было делать валидацию собственными силами? Вам нужно иметь измерительные приборы. Это цифровые термометры, цифровые измерители потоков газов, потоков жидкостей, цифровые манометры и так далее. Вот на этом слайде показан, как измеряется температура в термостате газового хроматографа 78-90. Это цифровой термометр. Подключенный к газовому хроматографу. Здесь мы видим, как измеряется поток воздуха через пламенно-низационный детектор газового хроматографа. Здесь проверяется точность задания давления в инжекторе газового хроматографа. На следующем слайде это прибор, который меряет поток жидкости, который дает насос жидкостного хроматографа. И очень важно, что все эти приборы должны иметь сертификат либо от производителя этих приборов, либо, как в нашем случае, мы периодически обращаемся в госстандарт Украины, который нам эти приборы поверяет. Раз в год мы сдаем эти приборы на поверку. Что еще нужно иметь? Это просто стандартные образцы для выполнения валидации. Это могут быть стандарты кофеина для ультрафиолетовых детекторов, это могут быть глицерин для рефрактометра или стандарты сульфа препаратов, в случае, если мы имеем дело с масс-спектрометрами для жидкостных хроматографов. Да, и все эти образцы должны иметь сертификаты о том, что они пригодны к использованию, их срок годности не истек. Что еще? Aging and Technologies старается уйти от использования аналитических колонок в процессе валидации, чтобы, когда мы меряем, скажем, шум детектора, это был действительно шум детектора, а не, скажем, нечто обусловленное химией, фоном колонки, например. Поэтому при валидации используются металлические капилляры, длинные металлические капилляры для жидкостных хроматографов, используется деактивированный капилляр для газового хроматографа, как капиллярная колонка, только без фазы. Или, например, длинный полимерный капилляр в случае валидации жидкостных масс-спектрометру. И последнее, но очень важное… Нет, не работал, работает. А тот, кто выполняет валидацию аналитического оборудования, должен иметь соответствующие документы, что он обучен и может это делать. То есть если вы собираетесь делать валидацию своими силами, вы должны тоже как-то обеспечить эти документы. Вот, в частности, тут приведен документ, сертификат нашего инженера, который прошел в Германии обучение по программному обеспечению ACE. Здесь, что он может валидировать газовые хроматографы. И я хотел бы также отметить, что валидация с применением программного обеспечения ACE – это безбумажный процесс. То есть все делается в интерактивном режиме. Все документы, которые потом подшиваются в конечный протокол, объединяются в один единый документ, который записывается впоследствии на лазерный диск. И этот лазерный диск подписывается инженером, который выполнял, и представителем лаборатории. И информацию на этом диске можно просматривать через стартовый HTM-файл. Отдельно я скажу о валидации программного обеспечения. Это немножко устаревший слайд. Тут говорится о классическом подходе. Его Agile Technologies уже не использует. Используется все то же программное обеспечение ACE, которое может валидировать программное… Процесс валидации происходит в интерактивном тоже онлайн режиме и используется раздел ACE, который называется USQ – Universal Software Qualification. В частности, при валидации качества установки программного обеспечения выполняется основной тест, который называется IQT – Installation Qualification Test. Этот тест проверяет наличие всех файлов в компьютере заказчика, причем проверяется также не изменены они каким-либо образом. Ну и при валидации функционирования программного обеспечения основной тест, главный тест – это верификационный тест, это такая контрольная работа для программного обеспечения, в которые подставляются стандартные какие-то файлы, результат обработки которых заведомо известен. И программа сравнивает то, что посчитало программное обеспечение в вашем компьютере с тем, что у него записано в самой программе и выдается вердикт, пригодно к использованию программного обеспечения или нет. Таким образом, полная валидация оборудования включает в себя 4 протокола. Это второй и третий раздел из предыдущего доклада, потому что Design Qualification, экспертизу проекта, делаете вы сами. И также PQ, Performance Qualification, называется он также еще тест на пригодность хроматографической системы. Если речь идет о хроматографах, это тоже на вашей совести. А вот IQ и OQ делаем мы, и таким образом получается 4 протокола. Протокол валидации программного обеспечения IQ, протокол валидации программного функционирования программного обеспечения OQ, и соответственно то же самое, но только уже для железа. Выводы. Компания Agilent Technologies действительно является мировым лидером в сфере валидации аналитического оборудования вследствие того, что она непрерывно совершенствует арсенал своих средств для валидации. Система автоматической валидации ACE – это универсальный инструмент, который позволяет валидировать аппаратное и программное обеспечение аналитических систем не только Agilent Technologies, это универсальный софт. Им можно валидировать Waters, Shimazu и так далее. В компании Alcy Chrome и в компании CampiLab работают обученные специалисты, которые обладают значительным опытом валидации аналитического оборудования. И валидация оборудования – это будущее, неизбежное будущее, не только лабораторий фармацевтических, но также тех лабораторий, которые упоминались в предыдущем докладе. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста.